Это не долина гейзеров, самарская обводная дорога. Уникальные кадры, снятые в первые минуты работ, спасатели передали нашей телекомпании. Кислотное озеро, которое образовалось здесь в ночь на 17 ноября, устранять начали с раннего утра. На первый взгляд кажется, что это снег. На самом деле известь. Ею засыпали кислоту, потратили около 40 тонн. Вон там еще остался участок с кислотой, его только предстоит нейтрализовать. Возможно, опасные вещества есть и под снегом. В загрязнении окружающей среды обвиняют мужчину 43 лет. По данным следствия, водитель грузовика вез 20 тонн ядовитых отходов с одного из промышленных предприятий на полигон Вульяновск, где их должны были уничтожить. Как говорит нарушитель, по пути машина сломалась. Серную кислоту решил злить прямо у дороги. Но потерпел фиаско. Полицейские задержали его на месте. Оперативный дежурный направил туда ближайший экипаж дорожной патрульной службы. Прибывшие сотрудники полиции обследовали участок дороги и обнаружили грузовой автомобиль МАС с полуприцепом цистерной. Из документов, которые мужчина предъявил полицейским, следовало, что в цистерне находилось порядка 20 тонн отработанной серной кислоты. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Пока следствие решает, административное это нарушение или уголовное, экологи уже обработали большую часть зараженной местности. Сначала пропитанный химикатами грунт смешали с содой. Потом в ход пошла негашеная известь. Из-за газового облака, которое периодически перемещалось на дорогу, приходилось на время останавливать поток машин. Благо он небольшой. Здесь ездят в основном грузовики с мусором. Дорога ведет на свалку. Специалистам удалось существенно понизить класс экологической опасности. На этот раз, говорят, обошлось без серьезных последствий. Экологическая катастрофа это не назовешь. Здесь площадь заражения не более 100 квадратных метров. В водоемы это не попало. Очень оперативно среагировали все службы. Благо сейчас зима, поэтому вред минимальный, скажем так. До корней это не успеет добраться. Слава богу, в лес это не просочилось. Зато едкий запах химикатов дошел до ближайшего поселка Водино. Был сильный запах, да. Родные с этого приехали, с Кенеля. Там зерно привезли, говорят, у вас так пахнет газом, вот в водинку заезжать. Ну запах сильный был, да, конечно. Чем пахнул? Ну не знаю, каким-то таким специфическим, чем-то химическим таким. Работы по нейтрализации кислоты планируют закончить уже сегодня. Потом начнется так называемая рекультивация почвы. Зараженный слой снимут и вывезут на полигоны. Летом, обещают экологи, здесь вновь зазеленеет трава. Алина Чемерис, Константин Головин, Станислав Левин. События.